Доброе утро! Еще разочек хотелось бы говорить о молитве и хотелось бы говорить о том, насколько это вообще супер важная вещь. Еще разочек напомните об этом. Мне кажется, я не устану об этом говорить, хотя и, как говорится, чего греха таить, сам не всегда уделяют достаточно времени для этого. Но, тем не менее, если не получается в какой-то момент, то это не означает, что нужно все бросать и сдавать позиции, переставать стараться. Итак, важность молитвы. На самом деле, если посмотреть на настроение людей, скажем так, по поводу молитвы, то, конечно, мы увидим разное настроение. То есть, мне приходилось присутствовать на молитвных собраниях, когда из всей церкви на молитвном собрании был только я, например. Иногда было еще парочка человек. Иногда я не приходил, приходил кто-то еще, но там тоже было мало людей. Я бывал на молитвных встречах, именно на не каких-то праздничных молитвах, и не на встречах по поводу приезда какого-нибудь великого гостя, а просто на обычных молитвных собраниях, на которых в небольшой церкви, там, допустим, из 40 человек, собиралось человек 15 на молитвное собрание. Вот. Там было немного слова и молитвы по очереди. Вот. То есть, ну, вы понимаете, да, 15 человек на собрании на молитвенном. Это сейчас что-то невероятное. Невероятным кажется. Особенно сейчас, когда, на самом деле, люди там и заняты, и предпочитают другие служения. Вот. Интересно, что даже собираясь на молитвы, я не говорю не про те 15-человековые собрания, собрания, я имею в виду, что на других собраниях, когда людей приходило мало, вот. Интересно, что даже приходя, люди не всегда сосредоточены на молитве, но стараются там какие-то разговоры заводить. А у меня то, а у меня сё, там, а у моей тёти, у моего дяди, а вот ещё один случай, и вот там тогда-то мальчик, и вот как же быть, и что же делать. Вот. И люди уходят, люди там пьют кофе, едят печенье, вот. И не уделяется достаточно времени молитве именно в сердце. Понятное дело, что пастор может стукнуть кулаком по столу и сказать, всё, вот, всё, давайте, короче, вот, вот, всё, всё, прекращаем все разговоры и давайте уже. Вот. Иногда так приходится делать. Но вот мне лично иногда интересно посмотреть, насколько люди вот осознанно, что ли, к этому подходят, да, что они ждут, когда пастор прикрикнет и прекратит всё это безобразие, или всё-таки вспомнят, зачем они здесь собрались. Ну, поймите правильно, я сам люблю кофе, люблю печеньки, вот. Вот. Но давайте вспомним отношение, например, первой церкви к молитве. Достаточно вспомнить, что сама церковь родилась на молитвенном собрании. А помните день Пятдесятницы, когда единодушно были вместе, ученики, они молились. Они молились вместе. И тогда Дух Святой явил свою силу, явил своё чудо в виде языков. Вот. Когда у учеников возникали какие-то, ну, первых я имею в виду учеников, возникали какие-то вопросы, какие-то проблемы с властью, когда Петра посадили. Церковь, написано за ним, прилежно в этот момент молилась Богу. То есть они моментально все начинали молиться. И когда Павел искал руководство в своих миссионерских путешествиях, вообще его миссионерское путешествие, первое самое, понимаете, да, вот это вот великое дело, которое Бог дал ему сделать, и которое он сделал, оно началось с молитвы и поста. Написано, что в церкви, в Антиохе, в Антиохской церкви, там написано было, что люди собрались и молились. Вот. И во время молитвы Дух Святой сказал, отделись мне Павла. И варнау на дело, которое я приготовил для них. Вот. Павел писал Тимофею такие слова. «Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков». Ну вот, смотрите, здесь интересное слово, фразочка «прежде всего». «Итак, прежде всего». Понимаете? То есть мы с вами уже говорили как-то, я не единожды выпускал ролик о том, что, по-моему, парочку или тройку раз я выпускал ролик о том, что важно любое дело начинать с молитвы. И это не должно быть какой-то религией, да? Это не должно быть какими-то заученными словами «Господи, Господи, благослови!» «Ой, Господи, Господи, благослови!» Вот, и там «Давай!» Вот, то есть не думая заученными фразами для проформы, да, сказали какие-то слова, произнесли заклинания и делаем все как по-своему. Делаем по-своему. Вот, то есть молитва на первом месте означает действительно на молитву на первом месте. Действительно наше сердце склоненное пред Богом, покорное Ему, готовое принимать от Него любой ответ, в том числе ответ «Нимый». Нет. Понимаете, вот что значит настоящая молитва. Когда мы действительно приходим к Богу и действительно ищем Его лица. Когда мы позволяем Господу действительно перед каким-то делом настроить наше сердце. Потому что очевидно, что... Очевидно, что, живя в этом мире, видя все, что происходит вокруг, слыша все вокруг себя, впуская зачастую в сердце какую-то пакость, наше сердце приходит в диссонанс. То есть я не говорю, что... Я не говорю про откровенное разрушение, да, когда человек прям конкретно допускает грех в свое сердце или какой-то грех таит. Я говорю о нормальной ситуации нормального христианина, который внимательно относится ко греху, не допускает его совсем уж страшных количеств, да, в свое сердце. Вот. Но даже у такого человека, который усердно старается жить праведной жизнью, сердце входит в диссонанс. Оно расстраивается. Душа расстраивается. Сердце расстраивается. Как пианино. То есть звучит, звучит нормально. Потом бах. От того, что постоянно по клавишам бьют, инструмент расстраивается. Не в смысле он огорчается, а в смысле он расстраивается. Он не выдает уже правильные ноты от нажатия. И вот мы нуждаемся, чтобы Господь перед всяким делом, перед днем, перед каким-то важным делом, перед любым делом, перед месяцем, перед годом, если хотите, перед чем-то важным и неважным, надо, чтобы Господь, ну, чтобы мы начали этот момент сообщения с Господом. Для того, чтобы Бог настроил наше сердце. Настроил на правильное звучание, если хотите. То есть, чтобы вот это вот, чтобы не было вот этого диссонанса, чтобы мы воспроизводили именно те ноты, которые Господь заповедовал нам воспроизводить. Чтобы наша душа звучала в унисон с Господом. Вот что значит настроиться. Вот что значит ходить пред Богом. Звучать, говоря музыкальными терминами, звучать в унисон с Господом. Жить Его желаниями. Иметь сердце такое же, как у Него. Вот это значит инструмент, то есть наше сердце, настроенное в унисон с Господом. У нас настроенное на Господа. И здесь речь идет не об эмоциональных каких-то переживаниях, да. Как вот недавно один брат рассказывал, что он там идет весь, такой песни поет, духовной, конечно же, такой весь наполненный. И кто-то его там задел как-то. Ну, естественно, на него он вылил совсем другие вещи. Это не благодать и милость, а готов был ему, в общем-то, и в бубен дать. Хорошенько наехал, короче говоря, на человека. Вопрос, куда девался вот этот настрой, да. Ну, я полагаю, я не утверждаю, но я полагаю, речь шла об эмоциях, да. Потому что когда действительно Господь наполняет духом человека, ну, как-то по-другому выглядит его реакция. Но я не знаю. У меня тоже такое бывало, когда я тоже шел наполненный Богом, как мне казалось. И у меня тоже были вот такие резкие реакции, когда я выдавал что-нибудь не очень лицеприятное. Вот. Не могу сказать, что это были только эмоции. Вот. Но это лишь означает, что вот это раздражение и неправильные реакции, они в нашем сердце еще близки, они очень живы. Вот. Именно поэтому я и хочу сказать, что ну, речь не об эмоциях, естественно. Когда мы настраиваемся на Бога. Речь не о каких-то вот приятных переживаниях. Речь именно о нашем, о нашей решимости. Речь о наших решениях. О нашей готовности принимать решения, угодные Господу. Вот это есть настрой. Это есть приведение в состояние настроенности нашего сердца. И это, ну, молитва в этом играет первую роль. Ну и, конечно же, конечно же, все, что Господь хочет делать, он делает, прежде всего, начинает, любое дело это с молитвы. Вот. Поэтому, ну, даже можно припомнить чудеса Иисуса, да, Иисус, прежде чем преломить хлеб и раздать его там пяти тысячам, молился, благословлял хлеб. Лазаря он воскресил после молитв, пусть и короткой, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Поэтому, дорогие братья и сестры, если мы хотим в нашей жизни на самом деле видеть Божье чудеса, если мы хотим видеть Божью работу, если в конце концов, даже если не брать вот эти все какие-то великие проявления, да, все эти салюты и фонтаны, вот, если мы просто хотим видеть жизнь в гармонии, в устроенности, нам важно начинать с молитвы. Нам важно ценить это время, охранять это время молитвы, выделять его специально, вот, как я приводил пример, может быть, даже в ежедневник вписывать и выделять, ну, кто такой более организованная персона, организованная персона, может быть, у вас есть ежедневник с делами, вот, выделите специальное время для молитвы, прямо вот пункт такой-то молитвы, все, стальки-то до стальки-то, и все, и это время вы охраняете, никому не отдаете и ничему. Отец наш небесный, научи нас, пожалуйста, понимать важность молитвы, научи нас, пожалуйста, не только понимать важность, не только говорить о молитве, но молиться, собственно, молиться, Господь, молю тебя о том, чтобы ты научил нас относиться к этому, как к чему-то важному, даже более того, как к первостепенно важному, научи нас, Господь, так любить тебя, так общаться с тобой, Господь, выделять время для этого, хранять это время, Будь прославлены, Отец, Варенье Иисуса Христа. Аминь.